Меня зовут Антон, и сейчас обсудим, как работают рекомендации товаров в ленте в WK-маркете от общей постановки задачи и KPI-метрик до конкретных деталей реализации. С точки зрения нашей задачи, можно считать, что ВКонтакте состоит из трех основных элементов. Это пользователи, группы и товары, которые как-то между собой взаимодействуют. Пользователи подписываются на группы, лайкают, репостят и совершают еще кучу других действий с их постами, а также контактируют, например, пишут сообщения в личку сообщества. Группы создают товары, то есть любой товар ВКонтакте принадлежит какой-то группе. А основными взаимодействиями пользователей товаров для нас будут являться переходы на карточку товара и нажатие на кнопку целевого действия на карточке товара. Наглядно на примере блока в ленте это выглядит следующим образом. Пользователь видит витрину рекомендаций товаров, кликает на понравившийся товар, тем самым переходя на карточку товара. На карточке товара нажимает на call to action кнопку и совершает контакт с сообществом. И наша задача построить такую рекомендательную систему, являющуюся отображением из множества юзеров в упорядоченные наборы товаров, чтобы максимизировать контакты между юзерами и сообществами, у которых есть товары. Верхнеуровневое решение выглядит следующим образом. У нас есть какая-то модель первого уровня, которая умеет быстро находить из всего пространства товаров условно 500 наиболее релевантных данному юзеру кандидатов. И далее этот список кандидатов мы ранжируем более тяжеловесной моделью второго уровня и уже в таком порядке отдаем пользователю. Поговорим подробнее про модель первого уровня. Для начала вспомним, что такое матричная факторизация. Пусть у нас есть какая-то матрица рейтинга взаимодействия пользователя с товарами, и мы хотим эту матрицу разложить на произведение двух матриц, матрицу пользователя и матрицу товаров. А сделать мы хотим это так, чтобы заполненные значения исходной матрицы не сильно отличались от соответствующего элемента произведения полученных матриц. И если мы сумели это сделать, то для каждого пользователя, который взаимодействовал с товарами, и для каждого товара, с которым были взаимодействия, у нас есть какие-то вектора. Более того, и скалярное произведение приближает рейтинг взаимодействия между этим товаром и пользователем. Сделать это, то есть найти такие вектора можно, оптимизируя следующий лосс. По его построению видно, что вектора пользователей товара, между которыми было взаимодействие, будут стремиться в процессе обучения к тому, чтобы стать направленными, а между которыми взаимодействие не было, ортогональными. При этом взаимодействие с большим рейтингом будет носить больший вклад в лосс. Но на самом деле в нашей матричной факторизации вектора пользователей фиксированы, и обучаются только вектора товаров. Вектора же пользователя приходят из другой матричной факторизации, а именно факторизации взаимодействий пользователей с группами. Такой подход, его преимущество заключается в том, что сейчас товарами взаимодействует лишь часть аудитории ВКонтакте, и если бы мы делали полную матричную факторизацию, то для значительной части пользователей у нас бы не было векторов, и нам пришлось бы как-то для них решать проблему холодного старта. С группами взаимодействуют почти все пользователи, то есть используя такой one-step-лс метод, можно автоматически решить проблему холодного старта. И также его плюсом является то, что не нужно хранить несколько наборов векторов для пользователя, что оптимально с точки зрения ресурсов. Вектора товара мы обновляем несколько раз в неделю, и для того, чтобы между этими обновлениями рекомендации товаров для данного пользователя не застывали, а также, чтобы внести некоторый exploration, мы на этапе применения к вектору юзера добавляем случайный шум. Также, кроме коллаборативного эмбеддинга, который приходит из матричной факторизации, мы можем для товара посчитать контентный эмбеддинг, который является взвешенной суммой эмбеддинга картинки и текстового описания товара, приходящих из нейросети-клип, который уже упоминал Степа в своем докладе. Напомню, на всякий случай, что эта нейросетка обучается так, что симметически похожие картинки и тексты отображают вещественные вектора, близкие по косинусному расстоянию. Ну и также мы, правда, можем складывать вектор картинки и тексты, потому что они лежат в одном векторном пространстве. И сейчас мы готовы проговорить полностью, как устроена наша итоговая модель первого уровня. Для данного пользователя мы запрашиваем до 15 последних товаров, на которые он кликал, к этим товарам по контентному эмбеддингу подбираем по 15 ближайших, и на этом этапе у нас получаются уже до 225 кандидатов. И оставшиеся кандидаты мы находим по коллаборативному эмбеддингу. Тут стоит отметить, что само наличие кандидатов, похожих по контенту на те, которые пользователь уже кликал, и там гиперпараметры типа 15, мы подбирали в веб-тестах. И подведем небольшой промежуточный итог по модели первого уровня. Еще раз отмечу, что мы используем именно one-step-LS, который позволяет частично решить проблему холодного старта по юзерам и позволяет использовать меньше ресурсов. И также небольшой инсайт, что пользователям нравится, когда им показывают товары, похожие на те, по которым они кликали. Далее, как мы обсуждали, наш получившийся список кандидатов из модели первого уровня нужно как-то отранжировать. Делать мы это, конечно же, будем моделью, про которую уже рассказывал Женя, а именно XGBoost, обученном на мультитаргет PayrWise Loss. Небольшое напоминание, что просто PayrWise Loss заточен на то, чтобы для данного юзера аранжировать положительные примеры. То есть в нашем случае товары, с которыми у пользователя было положительное взаимодействие, выше, чем отрицательные примеры. То есть в нашем случае те товары, которые пользователь посмотрел, но не стал с ними положительно взаимодействовать. Ну и учет нескольких таргетов достигается путем стакания датасетов по разным таргетам. Для аранжирования товаров мы используем следующие пять видов взаимодействий. И интуиция за подбором весов к ним состоит в том, что более KPI-ные, но редкие действия входят в датасет с большим весом, чем более частые, но не являющиеся напрямую KPI-ными, как, например, переход на карточку товара. В качестве признаков модели мы используем практически все разумное, что можно быстро заэкстрактить в онлайне. Это фичи про пользователя, про товар, про сообщество, которому он принадлежит, а также про их различные взаимодействия. Ну что интересно, в итоге получили, что самыми важными фичами для модели являются рекламные фичи про группу и про пользователя, которые, грубо говоря, мы просто взяли у команды ленты. Но также большой вклад в рассказание вносит фичи про контентный кластер товара и распределение интересов пользователя по этим кластерам. А контентный кластер товара получается кластеризацией клиповых амбэддингов товаров, которые я упоминал ранее в докладе. И выводы, которые хочется сделать из этого доклада, заключаются в том, что мы на примере рекомендательной системы товаров разобрали такую типовую архитектуру и базовый набор решений, команды ленты, которые позволяют быстро создавать качественные рекомендательные системы, в абсолютно новых доменных областях, например, рекомендациях товаров, с одной стороны. Но с другой стороны, эти типовые решения имеют достаточное число степеней свободы, чтобы настроить их под конкретную область. Например, мы научились докидывать похожие по контенту товары в кандидаты. И также круто, что у нас есть более крупные продукты, например, реклама, которые усиливают данными развивающиеся продукты, и мы смогли обучить более качественные модели ранжирования благодаря ним. На этом у меня все. Спасибо. 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 Спасибо.